Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Марина Шиян и в начале выпуска короткое о главных темах. Первый задержанный с материка рейс приземлился в Южно-Сахалинске. На борту сотни людей, которые еще несколько дней назад вылетели из Москвы. Как встречали островитян, расскажу я, Владимир Ильин, уже через несколько минут. В 2024 год президент России Владимир Путин объявил годом семьи и его символ приехал на остров. Его привезла семья Тишеловичей. И об этом вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Непогода, взявшая в белый плен юг острова, полностью стихла. Сейчас продолжается большая работа. Приоритетом является очистка и расширение главных улиц и дорог к специальным учреждениям и запуск общественного транспорта. Также в минувшие выходные свою работу начал аэровокзал, который успел принять около ста самолетов. Тему продолжит Эльвира Хан. Циклон принес не только сугробы величиной с человеческий рост, но и море работы для горожан и работников специальных служб областной столицы и ее окрестностей. Ночью на улицах Южно-Сахалинска работали десятки единиц техники и дорожные рабочие, которые вручную помогали в расчистке улиц, огибая машины. Нужно сделать все, чтобы подготовить центральные артерии улицы, довести их до нормального состояния с тем, чтобы общественный транспорт в понедельник уже полноценно функционировал в городе. То есть подготовить остановки и подготовить центральные магистрали. В понедельник 29 января в Южно-Сахалинске возобновили движение 34 маршрутов общественного транспорта. На дороге вышло около 200 автобусов. А вот трудности в расчистке тротуаров близки к нулю температуры. Чтобы освободить от снега пешеходные пространства, необходимо вывозить снег. Но погода снова вносит свои коррективы в работу спецслужб. В результате чего все тризнешных полигоны начали, что называется, проваливаться. Когда под тяжелыми самосвалами, которые везут снег, проваливается дорога. И вчера днем, и ночью сегодня, и сегодня днем вывозка снега будет также усложнена. Мы запускаем на полигоны не более трех-четырех машин разов для разгрузки, поскольку при застревании нам так удобнее их вытаскивать. В конце минувшей недели возобновил свою работу аэропорт. В Южно-Сахалинске запустили рейсовые автобусы, которые помогли добраться пассажирам до аэровокзала. Воздушные ворота Сахалина уже встретили более 90 самолетов и свыше 9,5 тысяч гостей и жителей областной столицы. Звонили в аэропорт, но тогда очень сложно дозвониться, потому что все ждут, все отслеживают. Мы вот приехали и воспользовались этим транспортом. Слава богу, сейчас почистили довольно быстро, здесь оперативно, конечно, чистят на Сахалине. Мы такого не видели еще. Просто за полдня вычистили, и все, можно ездить на легковых машинах. Поэтому удобно, да, супер сделали, классно. Глава региона Валерий Лимаренко совершил объезд по районам островной столицы. Губернатор проверил работу специальных служб по расчистке дворов и наличие в магазинах хлебной, мясной, овощной и других продукций. Я заехал в один из магазинов, сразу созвонился с министром торговли, поскольку овощную продукцию не завезли. Сегодня я поручил, чтобы проверили, чтобы завезли всю продукцию. Молочку, мясную продукцию, хлеб. Некоторые магазины, кстати, вот куда мы сейчас ездили, сами выпекают хлеб. А трудности, вызванные циклоном, объединяет всех волонтеры. И просто неравнодушные люди пришли на помощь друг к другу и помогали в расчистке подъездов, машин и дворов. Решили помочь городу, сами вышли с инициативой, позвонили в ДГХ, просили, нужна ли помощь. У нас есть 10 человек волонтеров, ребят молодых, которые могли бы помочь. Они сказали, да, конечно, нам надо помочь. Это подъезды и мусорные площадки, в первую очередь, оттопать. Вот сегодня мы с 10 часов занимаемся. Днем и ночью люди из спецтехника выходят на улицы, чтобы как можно быстрее помочь городу и его жителям вернуться в прежний ритм жизни. Эльвира Хан, Павел Соловьев, телекомпания ОТВ. Преодолевать трудности, вызванные циклоном, южно-сахалинцам помогали и сотрудники областной госавтоинспекции. Экипажи ДПС обеспечивали перекрытие межрайонных дорог, вместе со спасателями сопровождали колонны автомобилей до отрезанных населенных пунктов и обратно. Подвозили граждан, пока не начал работать общественный транспорт. Подразделения госавтоинспекции, я считаю, что справились на 100% с задачей. Дорожно-транспортных происшествий допущено не было. Серьезных ситуаций, при котором транспорт бы застревал в снегу между населенными пунктами, таких тоже не было. Были единичные случаи, но совместно со спасателями было все отработано, людям была оказана помощь. Поэтому, в целом, я считаю, что подразделение госавтоинспекции Сахалинской области справилось с поставленными задачами. Одновременно по дорогам областного центра курсировал десяток экипажей. Зачастую для обеспечения порядка на дорогах сотрудникам ДПС приходилось работать не только полицейским жезлом, но и лопатами. На счету инспекторов не менее сотни высвобожденных из снежных заносов автомобилей. К расчистке придомовых территорий, многоквартирных домов, а также улиц частного сектора приступили коммунальные службы. Механизированная уборка идет круглосуточно. Из-за тесных улиц и помех в виде автомобилей сахалинцев работы ведутся небыстро. Тяжело идти, потому что узкие улицы. Я вчера работал на переулке Майском. Прямо вообще тяжело. Очень тяжело. Я пробивался часов пять вчера. Дальше пошел на другую улицу. Все. Я сделал полторы улицы за день. За десять часов. Больше не спокоил. И сейчас по возможности, где есть проезды, межквартальные проезды, где почищены, и есть подъезды по договоренности с жителями, с собственниками автомобилей, которые вовремя их убирают, и можем заехать во дворы, производим уже большой механизацией, техникой очистку дворовых территорий. Ну и вывоз, соответственно, самосвалами на полигон. Всю актуальную информацию о планах расчистки можно найти в местных телеграм-каналах. Специалисты просят жителей по возможности убирать свои автомобили, чтобы у техники было больше места для маневра. Первый московский рейс приняли в аэропорту Южно-Сахалинска после метели в минувшую пятницу. Борт приземлился 26 января в 23.10 по местному времени. Пассажиры ждали вылета на остров три дня, оставшись в транзите в Хабаровске из-за бушующего циклона на юге Сахалина. Прибывших жителей и гостей областного центра встретила и наша съемочная группа. Сотни пассажиров и встречающих в эти минуты находятся на территории аэровокзала. На табло десятки задержанных рейсов, которые с 26 января начал принимать аэропорт Южно-Сахалинска. Несмотря на длительное ожидание, посетители аэровокзала держат позитивный настрой. Александр Никитин должен был вылететь в Хабаровск 24 числа, но непогода внесла свои коррективы в планы мужчины. Сейчас он доволен тем, что вскоре сможет сеть в самолет, а пока ужин, который предоставила авиакомпания. Ну ждем, да, все ждем. Силы есть. В 12 часов обещали вылететь, поэтому мы на позитиве пока. Вон покушать дали. Ну а так как бы ждем. О задержке рейсов людей предупреждали заранее, чтобы им не пришлось ездить понапрасну и находиться в здании аэровокзала с утра до вечера. Я жила у друзей, мне ничего не предоставляли, потому что меня прям заранее предупреждали. Наверное, за 8 часов прям сразу звонили, и поэтому я сюда даже не ехала. Первый московский борт приземлился в 23.10 по сахалинскому времени. Через полчаса еще один самолет из столицы страны коснулся островной земли. Примерное количество пассажиров, которые мы сегодня обслужим, это порядка двух тысяч. Это после снежного циклона у нас первая встреча яйцов. Сегодня была подготовлена открыта взлетно-посадочная полоса. Ну и, соответственно, за сутки мы планируем принять порядка пяти тысяч человек. В старом здании аэровокзала подготовили пункт временного размещения. Для тех, кому нужно было добираться в другие районы Сахалина, предоставили ночлег и горячую еду. Всех остальных встречал специальный трансфер. Как у вас настроение? Отличное, спасибо, все замечательно. Сколько добирались? Очень долго, несколько дней, четыре. Что все эти дни делали? Где были? В гостинице жили, в Хабаровске, в Москве. Ожидали, что такой прием вам окажут? Конечно, конечно. На месте прилетевшим оказывали всю необходимую помощь. После выдачи багажа людей сопровождали до трансфера и пунктов временного размещения. Благодаря героизму коммунальных служб люди добирались по расчищенным дорогам без препятствий в виде снежных завалов. Владимир Линк, Константин Кендюк, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске огромный сугроб проломил крышу балкона многоэтажки и выбил стекла. Происшествие случилось в квартире, где проживает семья с маленьким ребенком. В результате инцидента никто не пострадал. О том, кто должен убирать снежные шапки и налить скровель, разбиралась Анастасия Красова. Подробности далее. Анастасия с ужасом вспоминает то, что произошло пару дней назад. В шесть утра семья проснулась от звука, похожего на взрыв. Но то, что после увидели домочадцы, поверхло их в шок. Балкон сложился пополам от тяжести снега на крыше. Инцидент произошел в доме номер 302 на улице Ленина. Из-за этого в комнате становится холодно, а балкон, как отмечает хозяйка, может и вовсе вот-вот рухнуть. Девушка добавила, что заявку оставили в диспетчерской по номеру 112. Но там не исключили, что восстанавливать испорченное имущество им придется за свой счет. Так как расчищать от снега крышу балкона – обязанность самих жильцов. Информацию передали в ЖЭО, где Анастасии сказали то же самое. Я с ребенком, вот пока зима, мы гуляли на балконе. Потому что что у меня, что у ребенка аллергия на холод. Плюс сейчас этот был режим ЧС, все заметили. Ну, ну куда идти гулять с ребенком, да? Однокомнатная квартира, мы там храним вещи, мы сушим там одежду. То есть у нас балкон – это неотъемлемая часть жизни. Вот сейчас так вот его лишиться для нас – это достаточно серьезная проблема. Поэтому я не знаю, поможет ли кто-то или нет. После прошедшего циклона и небольшого потепления на крыше домов образовались нежные шапки и сосульки. Заниматься расчисткой должны управляйки. Но из-за заторов во дворах на многих территориях это просто невозможно сейчас делать. Но есть и те, кто нашел выход, и промышленные альпинисты уже приступили к работе. Страшно, страшно. Идти с ребенком особенно – это вообще опасно очень. Это коммунальные службы должны убирать. И сосульки, и вот этот снег. Если сосульки не так беспокоят, то, конечно, шапки раньше вызывали большое беспокойство. Государственная жилищная инспекция Сахалинской области уже приступила к мониторингу работы всех управляек. На данный момент шесть из них получили предостережение. За невыполнение своих обязанностей нарушителей ждут немалые штрафы. «Ответственность предусмотрена, еще раз повторюсь, административным кодексом. Штраф для должностного лица от 50 до 100 тысяч рублей, для юридического лица от 250 до 300 тысяч рублей». Обращение от жителей областного центра администрация города получает ежедневно. Оперативно специалисты работают над каждой заявкой. Позвонить можно по номеру, указанному на экране. Анастасия Красова, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Негасимый огонь семейного очага. Горящую лампаду привезла на остров супружеская пара Валентин и Олеся Тишелович. Супруги представляли Сахалинскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные и любимые». Все пары получили частицу семейного очага в виде лампады с огнем из Свято-Троицкого монастыря, в котором хранятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака в России. Счастливую ячейку общества встречала наша съемочная группа. Многочисленное семейство Тишеловичей после долгого путешествия в столицу наконец прибыло на историческую родину. В Москве супруги и трое их детей участвовали во Всероссийском форуме «Родные и любимые», на который съехали с династии со всей страны. На выставке «Россия» состоялась церемония зажжения семейного очага. Его привезли из города Мурома, Владимирской области, где зародился Всероссийский праздник «День семьи, любви и верности». В старинном русском городе находится Свято-Троицкий женский монастырь, знаменитый тем, что там хранятся мощи святых Петра и Февронии. Очень волнительно привезти часть такого значимого символа к нам на родину, на Сахалин, Сахалинскую область, для того, чтобы его передали по всем городам и весям, чтобы везде хранилось тепло родного очага. Поездку семьи организовало региональное министерство социальной защиты. Помогли с размещением, переездами, отправили в Москву своего сотрудника для помощи и решения каких-либо вопросов. Но все прошло успешно. Отец семейства рассказал, как они везли символ семейного очага. Проблем в аэропорту Москвы не возникло. Спецгруз оформили специальным образом. Причем для лампады отвели отдельное кресло, поскольку верх сосуда нагревается и можно было обжечься. Постоянно его поддерживали. Горит он в течение одной заправки хватает, часов на 20. Поэтому мы его перед вылетом заправляли, лампу заливали туда масло, соответственно, и поддерживали, скажем так, семейный очаг. Открыл форум президент России Владимир Путин, тем самым ознаменовав начало года семьи. Создание условий для рождения первых детей у молодых пар, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных. Все это – ключевые задачи в этом году. В Сахалинской области его официальное открытие состоится 3 февраля в Доме культуры Родина. Евгений Коньков, Константин Кинюк, телекомпания ОТВ. 80 лет назад Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. Эта дата вошла в историю нашей страны как завершение одной из самых страшных страниц Второй мировой войны. Руководитель проекта «Историческая память» и доверенное лицо президента России Владимира Путина Иван Кузнецов провел для молодежи лекцию о малоизвестных фактах трагедии блокадного города на Неве. Наверное, мало кто знает про Дорогу Победы после открытия блокады. После ее прорыва была создана железная дорога, по которой поступали грузы в Ленинград, которая, собственно, дала возможность жителям вздохнуть. 872 дня – столько длилась блокада Ленинграда. Ее жертвами стали, по разным оценкам, от 600 тысяч до полутора миллиона жителей. Причем от обстрелов и бомбежек погибло всего несколько процентов от общего числа жертв. Остальные умерли от голода и холода. Норма суточного пайка составляла 125 граммов хлеба, в котором муки почти не было. Красная Армия сделала несколько попыток прорыва, но они закончились неудачно. И только в январе 1944 года в результате наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Облакада города снята. Вернемся к главной теме. К сегодняшнему утру проезд для всех видов транспорта был открыт на федеральных трассах Южно-Сахалинск-Корсаков и Южно-Сахалинск-Холмск. На дорогах Троицкая-Новотроицкая, Невельск-Тамари, аэропорт Шахтерск, Огоньки-Невельск. Возобновлено движение автобусов на межмуниципальных маршрутах, а также пригородных поездов на ряде участков. Во всех районах непрерывно ведется расчистка. Активное участие принимают жители. О налаживании жизни островитян после мощного циклона нам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. Запись беседы смотрите далее в рубрике «Гость студии». Максим Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Расскажите подробнее, как обстоят дела с транспортной доступностью в регионе после продолжительного циклона. Давайте рассмотрим немножко шире и начнем с того, что у нас на прошлой неделе на протяжении нескольких дней, если быть точным, 3-4 дня, было обильное выпадение осадков, ветровая нагрузка, ну и, соответственно, снижение невидимости. Со стороны губернатора были приняты меры по ведению чрезвычайной ситуации. Вы знаете, что ряд муниципальных образований также их вел, ну и, соответственно, закрепил ответственных за направлениями по обеспечению посредственно транспортной доступности, ну и других видов социально значимых направлений. Вот мы со своей стороны, скажем так, следили за тем, чтобы у нас в первую очередь основной кастет дорог в городах и муниципальных образований был сформирован, для того, чтобы можно было оперативно реагировать на различного рода ситуации, ну, связанные с пожарами, выездом скорых помощи, ну и, безусловно, обеспечением продуктами питания, основные магазины, где люди могли бы их приобретать. Соответственно, работа такая проводилась, ну, можно сказать, со вторника. Ну и, соответственно, среда-четверг у нас были более, скажем так, сложные по причине практически нулевой видимости и, соответственно, сложных метеоусловий, вызванных северным метром, очень сильным, до 20 метров в секунду в определенные дни, ну и, соответственно, выпадением осадков до сантиметра в час. Безусловно, здесь нужно дать данные, да, дорожники справились со своей задачей, и те направления, которые ставили в приоритет для них, они, соответственно, выполнялись. Сам участвовал полностью во всех работах парочистки и контролю содержания дорожного хозяйства со своими заместителями. Мы выезжали и днем, и ночью, и следили за тем, чтобы основные наши магистрали здесь были, скажем так, проезжие. Как обстоят дела с железнодорожным транспортом? Железнодорожный транспорт. В пятницу у нас было запущено сообщение Южно-Сахаринской облики. Это было важное решение по причине того, что трасса была до сих пор перекрыта. Ну и, соответственно, связь центра, скажем так, основной столицы с северными районами была затруднена. Соответственно, у нас уже накопилось тому времени порядка 500 пассажиров, которых мы благополучно в пятницу вечером отправили. Здесь стоит отдельную благодарность выразить сотрудникам Министерства обороны, которые, скажем так, своих подопечных, да, солдат направили на помощь в усилении смен железнодорожных. Что касается пригранного сообщения, то уже в субботу мы открыли направление на Тамари, Паранайский, Корцаков. И сегодня мы уже запустили дальнее. Далее запускать будем на Новоалександровку и Хамутово. Можно было бы запустить раньше, но здесь необходимо подготовить непосредственно инфраструктуру. Это остановочные пункты, где пассажиры высаживаются, ну и, соответственно, подходят к железнодорожному транспорту, чтобы они могли беспрепятственно, скажем так, попадать на поезда. А паромная переправа на данный момент открыта? Паромную переправу мы запустили 26 числа. Она была несколько дней у нас в нерабочем состоянии, но 26 числа, скажем так, снизилась ветровая нагрузка и волновая нагрузка, которая позволила нам возобновить это сообщение. Я хочу сказать, что уже по сегодняшний день было перевезено более 100 транспортных крест, ну и, соответственно, железнодорожных вагонов. То есть в целом ситуация выравнивается. Как аэропорт справился с последствиями непогоды и как сейчас работает главная воздушная гавань? Ну, давайте начнем с того, что практически 99% как жителей, так и туристов у нас перемещается с использованием воздушного транспорта. И на момент четверга мы уже имели в ожидании порядка 4 тысяч пассажиров, которые готовились к вылету либо к прилету на Сахалин. Соответственно, очень важно было запустить воздушный транспорт. И если в среду, в четверг ветровая нагрузка нам это позволяла сделать, не позволяла сделать видимость, она была не обеспечена. То есть при нормативе там порядка 550 метров, видимость горизонтальная была где-то 100-150 метров. Вертикальная была и того меньше. Ну и, соответственно, по всем нормативам судно воздушное приземлиться не было способно. Отдельно отмечу, что силами агентства ПГУЧС нашего Сахалинского был развернут пункт нахождения пассажиров в старом здании аэропорта. Мы приняли такое решение специальное для того, чтобы те пассажиры, которые прилетают у нас с севера, могли до утра расположиться, ну, то есть учитывая, что основной поток судов был в ночное время, расположиться, воспользоваться там питанием, теплой водой, да, поухаживать за детьми, если были дети, да. Ну и, соответственно, из 2,5 тысяч человек воспользовалось 24. Ну, цифра вроде как бы небольшая, но, тем не менее, все люди, которые прилетали, могли, то есть, по сервису получить тот сервис, который им необходимо. Кто-то выезжал, кто-то, то есть, оставался. Ну, соответственно, каждого мы даже вахтовками МЧС развозили непосредственно одно место их дислокации. Это у нас Новолесандровка, Луговое, там, по большей части, Лественичная. Ну, и плюс муниципальные автобусы, которые приехали у нас с Хомска, Анивы, Невельска, Корсакова, они также стояли, ждали и в ночное время разводили пассажиров до своих муниципальных образований. Максим Алексеевич, я благодарю вас за такую интересную беседу. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. В русском языке очень много лишних знаков припинания. Так утверждает один из героев рассказа Антона Павловича Чехова. 29 января, в день рождения великого писателя, в областном центре состоялись чеховские чтения. Какие вопросы обсуждали участники собрания, расскажу вам я, Елена Лим. Черный по белому, так звучит название первой фотовыставки сахалинских фотохудожников в студии «Ламповое фото». Выставка предлагает зрителям погрузиться в увлекательное путешествие по уголкам нашего острова. О том, как прошло открытие, смотрите в нашем сюжете. Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает из-за покушения на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу. 27-е чеховские чтения провели в областном центре в день рождения писателя. Мероприятие собрало более 50 поклонников творчества автора. Конференцию разделили на 4 секции. А результатом встречи станет очередной сборник материалов «Чеховские чтения». Подробнее расскажет моя коллега Елена Лим. Научность, доступность и наличие точных фактов и информации – те столпы, на которые должен опираться каждый докладчик. Здесь не только жители Сахалинской области. К региональной конференции смогли присоединиться онлайн участники из других регионов страны. Специальным гостем стал научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук Владимир Пахомов. Все-таки Чехов писал 100 тысяч лет назад. Русский язык за это время немножко изменился. И может быть и кое-что в произведениях Чехова нам уже не так легко понять, как читать его в конце 19-го, начало 20-го века. Но в общем и целом, мне кажется, что язык Чехова до сих пор остается достаточно понятным современному читателю. Ясный, красивый язык, настоящая русская проза. Ставшие традиционными на островах чеховские чтения проводят день рождения писателя. Мероприятие провели на четырех локациях. Краеведы будут здесь, в Чеховцентре. Филологи будут, естественно, в музее книги Чехова. Детско-ненужная конференция тоже будет у нас в музее на втором этаже. Музеи, библиотекари, архивисты в Краеведческом музее. А педагоги пойдут в арт-пространство «Рост». Каждый доклад участника – это маленькая лепта, маленький вклад в будущую концепцию музея. Несмотря на то, что научную конференцию проводят уже в 27-й раз, информации писателя известна немало. Всегда находятся темы для обсуждения и дискуссий. Всегда находится тема, которую поднимает исследователь в своей работе, которую активно обсуждают. Где-то так даже бывает. Споры такие жаркие идут. Но, тем не менее, все отсюда выходят, знаете, таким чувством удовлетворения, любви к этому великому человеку. И к тому, что уже столько лет прошло, а его творчество до сих пор актуально и нужно. Это самое главное. По итогам работы по решению научного совета лучшие доклады будут включены в 27-й сборник материалов «Чеховские чтения». С ним можно ознакомиться в библиотеках и в учебных заведениях, а также в электронном виде на сайте Музея книги Чехова «Остров Сахалин». Первая пленочная фотовыставка «Черное по белому» объединения сахалинских художников в студии «Ламповое фото» открылась в арт-пространстве «Рост». Каждый снимок отражает индивидуальное видение автора и его неповторимый стиль. Всего вниманию зрителей представлено 50 фотографий, которые позволят проникнуться особым духом и атмосферой островной жизни. Тему продолжит Екатерина Кулинченко. Пробовали ли вы когда-нибудь заниматься пленочной фотографией? Кто-то пугается сложных процессов проявки и потому предпочитает даже не брать в руки загадочную фототехнику из прошлого. Но островные фотографы из студии «Ламповое фото» развеяли этот страх. С помощью своих работ авторы передали восприятие родного острова через черно-белую призму. Для нас это первая выставка именно в рамках нашего объединения. Мы как пленочные фотографы совсем молодая единица. И для нас это событие очень трепетное, потому что первый раз мы можем показать большому количеству людей наши пленочные работы. Здесь собрана не какая-то, можно сказать, тематическая подборка фотографий, но мы в основном работаем в жанре уличного фото. Программа мероприятия была насыщенной и увлекательной. Любой желающий мог примерить на себя роль фотографа и сделать уникальный снимок на старинный фотоаппарат, а также принять участие в процессе бессеребряной фотопечати цианатипии, с которой справится даже ребенок. Сначала мы уже взяли готовый листочек. После этого мы взяли негатив и сделали так, как мы хотим. После этого мы посвятили три минуты, там, две ультрафиолета. После этого мы сначала обнакнули это в воду, после этого в воду с перекисью водорода. В отличие от цифровой, пленочная фотография предполагает более медленный и вдумчивый подход. Из-за ограниченного числа кадров необходимо тщательно продумывать композицию и подбирать настройки камеры. Нужно приобрести, либо где-то дома поискать в закромах, может быть осталось еще с 90-х, пленочная мини-камера пластиковая, можно ее снимать. Это очень удобно, потому что не надо вникать в настройки. То есть ты достал, взвел, щелкнул. Выставка реализуется в рамках проекта художники Сахалинской области по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Увидеть работы и пообщаться с резидентами арт-пространства можно в любое время до 20 февраля. Екатерина Кулинченко, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ Островные спортсмены Константина Баскалов и Анна Бойко завоевали медали на первенстве России по стрельбе с пневматической винтовки. Соревнования проходили в Ижевске. На огневой рубеж вместе с сахалинцами вышли свыше 500 стрелков из 44 регионов страны. Эти и другие новости спорта подготовил наш корреспондент Игорь Антипов. Баскалов Константин перед вами. 18 лет, мастер спорта. Для воспитанника тренера Геннадия Лаптева на первенстве России все начинается с квалификации. Она состоит из трех серий по пять выстрелов. На каждую стрелкам из пневматики отведены 250 секунд. Восьмерка лучших выходит в основной финал. Титул чемпиона в заключительной пятой серии оспаривают южно-схолинец Константин Абаскалов и Николай Звягинцев из Липецка. Земляк успевает обойти соперника с крупным счетом 17-9 и становится первым. А это уже смешанные поединки. Здесь аналогичный механизм, как и в личном первенстве. Константин Абаскалов и его напарница по островной сборной Анна Бойко имели все шансы на победу. Но в крайней серии уступают пять десятых городу Владимир. В итоге попадают в розыгрыш третьего места. Обыгрывают там в одну калитку Санкт-Петербург. 16-4. В Ангарске на чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам отличилась Ульяна Николова. Воспитанница тренера областной школы зимних видов спорта Ирины Дробитько берет золото в классической гонке на 10 километров. Перед этим в копилке девушки была бронза на десятке свободным стилем. Сахалинка выиграла спринт. Сахалин принимал чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису. За звание сильнейших ракеток сразились почти около сотни спортсменов. В командных играх выиграла Бурятия. В личных матчах среди мужчин победил Михаил Иванов из Приморья. Среди женщин лучшей стала бурятская теннисистка Анастасия Голубева. Среди островитян Андрей Ударцев удостоился приза за волю к победе. Напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сах.онлайн» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» ОТВ «Сахалин» ОТВ «Сахалин»